Вопрос Марку, повернут ли на Кремль или так и будут покорно умирать? Вы знаете, Надя, это самый загадочный вопрос, на который стоило бы ответить как-то более изощрённо, потому что, ну как, вообще нормальное сознание не принимает вот этот выбор. Ехать умирать, не попытавшись даже, а перспектива такая неотвратимая во многом, если ты в Авдеевке где-нибудь оказался, в районе Коксового комбината, я не представляю, какие шансы у тебя остаться в живых, люди даже не пытаются задаться вопросом, а нахрен мне это всё нужно? Зачем я сюда еду? Для чего я помираю? За что, за 200 тысяч? Вы смеётесь. По нынешней гигамаде все две штуки баксов. Слушайте, дворники получают в Европе больше. Но люди вот так запрограммированы, перепрошиты, что ли, страхом, чем ещё угодно, они вот этого не делают. Более того, я вам скажу, что вы знаете моё скептическое отношение к протестам, значит, жён, родителей, родственников этих мобилизованных, я со скептическим отношусь, не думаю, что это перерастёт масштабно. Почему? А у них оружия нет. Оружие у их, собственно говоря, близких, то есть у их мужей, которые находятся на этой самой передовой и хорошо вооружены, с БК, с гранетехникой, с автоматиками, полной выкладки и так далее. Вот у них всё хорошо. И почему мужья не едут помогать своим жёнам, это тоже хороший вопрос. Я бы сказал, при всей, в общем, некоторой сказочности обрисовки этой ситуации, ну сказочность, потому что как это, Иван Дурачок или кто там, я не знаю, по щучьему велению, тем не менее, исключать в принципе какого-то перерастания этой ситуации во что-то более практическое нельзя. То есть, может быть, в какой-то момент уже критическая масса терпения, что ли, оно превзойдёт страх. И тогда, наверное, мы что-то увидим. Тем более, что в прошлом году, точнее, в этом проходящем году, 23-24, отдалённо ведь мятеж Пригожно был связан с бессмысленностью расходования человеческих жизней, вот этой биомассы на фронтах. Он же говорил об этом, что ненадлежащее командование войсками привело к этим бесчисленным жертвам. Обвинял в этом Шойгу и Герасима, не обвинял почему-то Путина. Ну, собственно, он и закончил. Так что надо было идти, как я говорю, к складам с ядерным оружием, а он шёл к складам с деньгами. Понимаете, в этом разница. Надо было идти к главному, а не к второстепенному. Бумажки раскрашены, это потом можно было решить. Ну, тем не менее, он как человек не идеологически не понимал, зачем он всё делает, вот он и кончил, как раньше говорили, умер как заяц. Хорошо скакал, но умер как заяц. Так что посмотрим, ответ на ваш вопрос, пойдут ли на Кремль вместо того, чтобы покорно умирать, пока мы этого не видим, но исключать не стоит. Так, короткий вопрос относительно, вот у меня тут был эфир, мы обсуждали у Яковенко, если кто смотрел, вчера что ли это было, да, относительно технологии вовлечения в то, что называют в России выборами. Я резко проехался по идеям, которые предлагают. Всё это сейчас к россиянам больше обращение. Понимаете, какая вещь? Я критикую российскую оппозицию, особенно ту, которая находится в политической миграции, ну, в относительной безопасности, относительной безопасности, за то, что выбрана была именно эта попытка влиять изнутри на процесс электоральный, процесс выборов, всего, что с этим связано. На мой взгляд, это абсолютно бессмысленное занятие, так сказать, власть имеет предохранители внутри этой системы, чтобы не допустить какого-то существенного влияния или перемены политической внутри этой системы, что там какие-то кандидаты. Ну, и, собственно говоря, сейчас перешло в следующую фазу. Вот кандидат Думцова такая, совершенно с ней ничего не понятно. Может быть, она хороший человек, может быть, она неплохой муниципальный депутат. И она, я видел, выступала за некоторых муниципальных депутатов, которые привлечены к политической ответственности, сидят, вот, типа, депутата Горинова. Но пока мы ничего не видим, связанного с госпожой Дунцовой. Тут какие-то расследования выходят, насколько она самостоятельна. Поэтому вообще погружаться вот в эти кандидаты, выборы, сборы подписей, попытка наблюдения, какие-то там ещё акции или информационные атаки с YouTube-каналов, по-моему, это всё профанация. Одна большая. Сейчас я и ряд других людей обсуждают между собой некий технологический план, как повлиять на эти выборы не изнутри, выразимся так. Посмотрим, к чему это приведёт. Если я найду поддержку групп людей в моём плане, это план мой, то мы попробуем кое-что организовать. Я не хочу предвосхищать говорить об этом, потому что мне упрёки адреса. А что ты предлагаешь? Ну, я там говорил о срыве выборов и так далее. Ну, что ты предлагаешь? Вы понимаете, для того, чтобы реализовать мой план, нужно другой характер усилий. Этого недостаточно только базлаить в YouTube. Вот это очень важно, потому что можно себя ограничить исключительно попыткой воздействия на избирательскую массу, но этого недостаточно, потому что это ни на что не влияет вообще. То есть мы с вами отдаём себе отчёт, что ты можешь сколько угодно поливать Путина из бронзбойта с экрана компьютера, но это не приведёт к практическому результату. Будем честны. Но, во всяком случае, пока это не приводит к этому. То есть мне не надо специально в период выборов с кем-то объединяться для того, чтобы поливать всю эту комарилью дерьмом. Я это делаю 24 на 7, поэтому мне какая разница, то есть выборы сейчас или не выборы, вы знаете моё отношение. Но для того, чтобы повлиять не столько на отношения даже людей, сколько на всю ситуацию в целом, а это вкупе надо рассматривать и на самом избирательном процессе, на легитимацию или дегитимацию этих выборов, на людей, которые голосуют, на власть, которая эксплуатирует этих людей и так далее, для этого нужны всё-таки другие инструменты. Эти инструменты мы сейчас изучаем и, может быть, запустим. В любом случае я это анонсирую, дальше будет видно, как пойдёт. Субтитры создавал DimaTorzok